«Если бы ты знал, папочка, как мне плохо без тебя!» Тихо плакала Вера, глядя на фотографию отца с черной полоской по краю. «Конечно, твоя работа была для тебя важнее всего. Зверей охранял, природу. Гонялся за браконьерами, ловил, защищал закон. А что дальше? Чем все закончилось, мой папуля?» Когда девушка повзрослела, мать рассказала подробности последних дней жизни мужчины. В глухом урочище поймал браконьеров, разделывающих добычу. Лицензии, конечно же, не было. Он составил протокол, дал делу ход, хотя его уговаривали поступить иначе. Огромную взятку предлагали. Слишком важные чиновники были. После этого их карьера была разрушена. Видимо, решили отомстить. Несколько месяцев спустя Степан поехал с проверкой по участку. Его выследили, стреляли издалека, из винтовки со снайперским прицелом. Пули попали в спину. Убийц так и не нашли. А мы с тобой остались сиротиночками, никому на этом свете не нужными. Женщина расплакалась, ушла в другую комнату, чтобы не расстраивать дочь. Вера сидела на своей кровати, обняв плюшевого Мишку, которого звала Степой, как папу. И молча глотала слезы. Никто представить не мог, как ей было плохо без любимого человека. Она помнила, как папка баловался с ней, как высоко подкидывал воздух, вырезал игрушки из дерева, смастерил коня-качалку, катал зимой на санках. А потом ушел в другой мир из-за своей принципиальности. «Тебе там хорошо. А про нас подумал?» – шептала она, держа в руках награду в коробке. «Вот и все, что от тебя осталось. Кусок железа в картонной упаковке. Это не честно, папа». С каждым годом Вера все больше понимала, что значит жить без отца. Ее одноклассницы пользовались дорогой косметикой, приходили в школу в новых модных вещах. А она носила старую одежду, которую мама перекраивала из своих платьев. Тушью для глаз и губной помадой не пользовалась по одной простой причине – лишних денег не было. Мамина зарплата уходила на самое необходимое. Хотя на ферме дояркам платили достойно, жить вдвоем на эти деньги было сложно. «Мамуля, почему ты снова замуж не выйдешь?» – спрашивала Вера. «Нам было бы проще. Кроме твоего папы мне никто не нужен. Не смогу полюбить другого мужчину», – коротко отвечала женщина. «И не задавай мне такие вопросы. Тема закрыта, обсуждать ее больше нет смысла. На самом деле она лукавила. Много раз думала о том, что девочке нужен отец, пусть даже и не родной. Но подходящих мужчин на селе не было. В этом плане Степан был особенным, неповторимым. Сравниться с ним не мог никто. «Вера, я пошла на ферму, посмотри, есть ли сено у коровы. Да курицам зерна посыпь. Еще в доме приберись и проверь, накормлена ли собака. Домашних обязанностей у девушки было хоть отбавляй. Весной, летом и осенью помогала маме на огороде. Выращивала овощи, чтобы долгими зимними вечерами готовить разные вкусности, достав корнеплода из подполья. Вот и все, моя дорогая. Школьные годы остались позади. Чем планируешь заняться?» Мать и дочь сидели за скромным праздничным столом по случаю получения аттестата о среднем образовании. «Не знаю, мамуль, может, по твоим стопам пойдут? Тоже на ферму? Или вот в детский сад нянечка требуется? Зарплата, конечно, не очень, зато работа постоянная». Женщина внимательно посмотрела на дочь и неожиданно произнесла. «Нечего тебе на селе делать. Никаких жизненных перспектив. Ну хорошо, пойдешь на ферму к нашему фермеру с Купердяю. Каждую копейку у него выпрашивать нужно. Да еще и штрафы какие-то придумал. Не то сделаешь, рублем наказывает. За любую провинность премии лишает. И это не дело». В комнате стало тихо. Лишь было слышно, как на стене тикают старинные часы, доставшиеся матери в наследство от бабушки. «Езжай в город, дорогая моя», – продолжила женщина. «В областном центре у тебя будет больше возможностей. Устроишься на работу, притрешься. А там, гляди, и дальше учиться пойдешь. В колледж какой, или даже в университет. Я деньги понемногу откладывала. На дорогу, на первое время тебе хватит. Ну а дальше сама зарабатывай». Радужные мечты о хорошем трудоустройстве растаяли быстро. Первым делом потенциальные работодатели спрашивали, какое образование или специальность. Получив отрицательный ответ, качали головой. «Нет, такие не нужны. Ничем помочь не можем». Помыкавшись пару недель, Вера устроилась в кинотеатр. Она находилась в фойе, проверяла билеты, помогала зрителям найти свое место. Зарплата, конечно, была очень скромной. Зато ее взяли официально. Деньги не задерживали. А еще она, улучив момент, украдкой смотрела фильмы, которые были в прокате. Предпочтение отдавала комедиям и мелодрамам. Когда жила дома, единственным доступным развлечением был телевизор. Поэтому классику кинематографа знала наизусть. И с удовольствием смотрела новые ленты. «Вот наши билеты. Хотим почувствовать таинственную атмосферу магии кино». Парень в модной одежде заливисто рассмеялся, а стоящие сзади товарищи поддержали его. «Хорошо, проходите. Вам ряд показать?» Вежливо поинтересовалась билетерша. «Конечно. Вдруг мы заблудимся и уйдем не туда?» Откликнулся шутник. Вера пошла вперед и услышала за спиной. «Ничего себе, какая хорошенькая. Я бы за ней приударил». «Нет, это моя леди. Я первый заговорил. Значит, мне и знакомиться». Узнала голос на смешливого парня. После сеанса он нашел ее в большом фойе, предложил встретиться, посидеть в кафе. Девушка, никогда раньше не встречавшаяся с молодыми людьми, была очарована его галантностью. «Не знаю, какие цветы тебе нравятся, поэтому купил букет на свой вкус». Денис протянул несколько очаровательных садовых ромашек. «Спасибо», – смутилась покрасневшая от удовольствия Вера. «Какие красивые. Пошли в машину, съездим покушаем. Уверен, что ты безумно хочешь есть целый день на ногах», – угадал он. Они начали встречаться, а через пару недель стали близки. Девушка была уверена, что это серьезно, ведь он познакомил ее с родителями и близкими людьми. Виолетта, его младшая сестра, стала настоящей подругой. «Денис, а кто эта девушка, с которой ты так мило прощался?» Как бы, между прочим, спросила Вера, когда парень заехал за ней после работы. «Какая девушка?» «Не понимаю, о чем ты говоришь». Нисколько не смутившись, засмеялся молодой человек. «Вероятно, это и обозналась». Она поверила, но в душе зародилась искра сомнения. Она стала замечать, что возлюбленные частенько пахнет дорогими женскими духами. Обнаружила следы губной помады на воротнике рубашки. Однажды, дожидаясь, пока Денис ушел на заправку оплачивать бензин, нашла в бардачке машины женское белье, явно не ее размера. «Мелый, что все это значит?» «Напрямую спросила Вера, когда приехали домой. Ты меня разлюбил? Нашел себе другую?» «Что значит разлюбил? Я разве признавался в чем-то?» «Никогда этого не говорил. Да и не искал никого. Меня самого находят, предлагают встречаться. Ну, если что-то не устраивает, ну, прощай. Менять свой стиль жизни ради какой-то селянки я не собираюсь». Девушка вернулась в квартиру, которую снимала до знакомства с Денисом. Жизнь потеряла всякий смысл. Она раздумывала, не вернуться ли обратно в деревню, к маме. Городской ритм стал ей противен. Люди, с которыми приходилось общаться, каждый день раздражали. От черных мыслей ее отвлек звонок в дверь. «Привет, я к тебе в гости, не возражаешь?» На пороге стояла Виолетта, державшая в руках бумажный пакет, из которого выглядывало горлышко бутылки. «Посидим, поболтаем?» Вера скептически отнеслась к визиту. Но оказалось, что была не права. Девушка резко осуждала поведение брата, сказала, что разругалась с ним в пух и прах. Заявила, что знать его не хочет. «Зачем ты так? Ведь он близкий тебе человек». «Ну и что? Зато ведет себя, как подлец. С тобой расстался. Как можно поступить с таким чистым душой человеком?» С этого дня Виолетта часто приходила в гости. Оставалась ночевать, приглашала к себе. Вера на правах подруги часто видела Дениса. Он пытался помириться, но получал вежливый отказ. «Слушай, красотка, мне в голову пришла замечательная идея. Лето в самом разгаре. Ты говорила, что тебе обещали пару недель отпуска. Не махнуть ли нам к морю? Поплескаться в соленой воде, получить порцию солнечных лучей и массу комплиментов. Что скажешь?» Предложила подружка, когда они сидели в кафе. «Нет, ничего не получится. Я планировала деньги маме отправить, поэтому шиковать не на что. Это единственная причина для отказа?» «Пожалуй, да. Простая селянка видела безбрежную голубизну только по телевизору и в кино. Ну, как понимаешь, ничего не получится. Значит так, слушай меня внимательно. Все расходы беру на себя. От тебя требуется только согласие, веселое настроение, улыбки и шутки. Соглашайся, прошу тебя. Ехать одной совершенно не хочется». Вера поняла, что отказаться не получится. Кивнула головой. «Ура!» Громко закричала подруга. Сидящие в кафе люди вздрогнули и как один посмотрели в их сторону. «Виолетта, я раньше никогда не ездила в таком купе. Здесь два места. Никого больше не будет?» «Какая-то смешная. Конечно, нет. Это специальный спальный вагон. Билеты дороже, зато тишина и комфорт гарантированы. Впрочем, никто не мешает устроить нам праздник прямо сейчас. Девушки замечательно проводили время. Отпуск удался на славу. Солнце, море, прекрасный город с набережными произвели на веру неизгладимое впечатление. В один из дней, уже не в силах купаться, она просто бродила по пляжу, выбирая красивые камушки для коллекции. И вдруг заметила, что среди гальки лежит непонятный предмет. Нагнулась, подобрала и стала рассматривать. Это оказалось массивное золотое кольцо, на котором была выгравирована надпись «Максим». «Виолетта, смотри, что я нашла». «Знаешь, моя дорогая, подруга с сомнением оглядела предмет. Ничего не хочу сказать, но подобные вещи приносят несчастье. Понятно, что оно дорогое, жаль его выбрасывать. По крайней мере, не носи на пальцы, хотя бы так себя обезопасишь». «Да, так и поступлю. Когда приедем домой, сдам в ломбард. А на вырученные деньги куплю себе какие-нибудь обновы в гардероб». «Отличная идея. Пошли в ресторанчик, обмоем твою находку». Рассмеялась подруга и потащила Веру с пляжа. К сожалению, несколько дней пролетели незаметно. Настала пора возвращаться домой. Они нашли свое купе, расположились. Грустные стали рассматривать перрон, прощаясь с курортным городом. Поезд тронулся. Колеса отстукивали особый, убаюкивающий ритм. «Извините, что беспокою. У вас, случайно, нет лекарств?» Обратилась пожилая женщина. «Еду в соседнем купе. Давление высокое, а таблетки, видимо, выронила». Обе отрицательно покачали головой. «Вы присядьте», – предложила Виолетта. «Побудьте с Верой, а я к проводнику схожу. Вдруг у него есть лекарства?» Девушка мигом вернулась, а благодарная соседка стала рассказывать о причине недуга. Сильно разволновалась. А как иначе? «Когда купалась в море, с пальца соскользнуло кольцо моего покойного супруга. Столько лет были вместе. Он умер от рака. Вот и носила в память о муже. А тут раз – и нет моей реликвии». Женщина горько заплакала, некрасиво сморщив лицо. Девушки поспешили ее утешить. «Самое обидное, что это мой подарок ему на юбилей. Подписано было. Максим!» Пожилая леди не смогла сдержать рыдания. Виолетта помогла промокнуть слезы, а Вера, не раздумывая, достала сумочку. «Вот, смотрите, ваша!» – протянула пляжную находку женщине. Та в изумлении рассматривала золотое украшение в руках девушки. «Милочка моя, как оно у вас оказалось?» – только и смогла произнести дама. Громко перебивая друг друга, подруги стали рассказывать о произошедшем событии. Вера настаивала, чтобы женщина забрала свою вещь. «Я хочу, чтобы вы перестали волноваться, чтобы не беспокоились о самочувствии. Вы мне мою маму напоминаете». Увидела, как плачете, даже дыхание перехватило. Всю оставшуюся дорогу они постоянно общались, смеялись, шутили. Пожилая леди настоятельно попросила Вере на телефон. Девушки вышли на свои станции, а поезд отправился дальше, увозя их соседку в другой городок. Так получилось, что женщина жила в соседнем областном центре. Но подруги решили, что больше они не встретятся. Вера вышла на работу, где ее ждала новость. Директор кинотеатра решил, что девушка созрела для другой должности и назначил ее администратором. «Однажды ее пригласили в фойе». «Вера Степановна, там какой-то мужчина вас спрашивает». «Слушаю, что вы хотели?» «Благодарю от всей души, что не остались равнодушны к горю моей мамы», торжественно произнес молодой мужчина. «Я вам так признателен. Мамуля очень тяжело переживала смерть папы. А тут такая потеря. А вы?» «Вы просто ангел. У меня нет других слов». «Ну что вы, я не сделала ничего особенного. Я специально приехал, чтобы сказать вам слова благодарности. Примите эти скромные цветы». И протянул огромный букет роз. «Можно пригласить вас поужинать?» «Так хочется сделать вам приятное». В ресторане он рассказал о себе. Поздний ребенок в семье научных работников. Желанный, долгожданный. Родители решили, что наследник будет носить имя отца. «Так что я Максим Максимович. В память о папе». Вера слушала его. И вдруг почувствовала, что прониклась симпатии к совершенно незнакомому человеку. «Вы знаете, уже поздно. Мне пора на вокзал». «Прощаясь, проговорил он. Можно попросить об одолжении?» «Попробуйте». Мило улыбнулась девушка. «Мама очень хотела, чтобы вы приехали к нам в гости. Дорогу, разумеется, я оплачу. Вы только соглашайтесь, пожалуйста». «Я подумаю и позвоню». Уходя, сказала Вера, хотя прекрасно знала, что ответят утвердительно. Через год взаимных поездок они с Максимом решили пожениться. «Сколько можно кататься взад-вперед?» С наигранным возмущением воскликнул мужчина. И мама переживает. «Очень хочет, чтобы ты жила с нами». Он помолчал, собрался с духом и шепнул девушке на ухо. Мечтает ходить на прогулку с внуками. Каждый раз мне рассказывает, как будет с ними игра, читать книги, укладывать спать. И я очень хочу, чтобы было так. Если вам понравился рассказ, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. А чтобы узнавать о выходе новых интересных историй, при подписке нажмите колокольчик. Всего вам доброго!